Здравствуйте! В эфире программа подробностей. И сегодня к нам в гости пришла старший помощник прокурора по правовому обеспечению Оксана Ахрименко. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте! В законодательство постоянно вносятся поправки, изменения. И вот вы могли бы нам рассказать о последних, наиболее актуальных изменениях. Действительно, внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые совершенно недавно вступили в законную силу, с 1 июля 2015 года они действуют. Этим законом введена уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, либо за отказ от прохождения медосвидетельствования. А также подлежит привлечению к уголовной ответственности по этой статье лицо, которое имеет судимость за преступления, предусмотренные статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если эти действия повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человеку, либо повлекли за собой причинение смерти одному или более лицам. То есть в этой ситуации лицо привлекается к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В санкции этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрены такие виды наказаний, как обязательные работы, принудительные работы, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Также предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. То есть проще говоря, что если лицо один раз попался, управляя автомобилем в состоянии опьянения и за это был наказан в виде административного штрафа, то уже такое лицо, повторно садясь за руль в состоянии опьянения, должен понимать, что это уже уголовно наказуемое деяние. Это преступление, за которое грозит наказание, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. При этом, если он отказывается от медицинского освидетельствования, это приравнивается к тому, что он в состоянии алкогольного опьянения находится. То есть он добровольно себя признает таковым, насколько я понимаю, да? Действительно, да. К этой статье, к статье 264 есть примечание, где говорится о том, что лицо, находящееся в состоянии опьянения – это не только то лицо, состояние опьянения, которого подтверждено результатами медицинского освидетельствования, но также и лицо, которое отказалось от прохождения такового. Еще одно изменение, важное, актуальное, связано с эвакуаторами, с работой эвакуаторов в городе. Внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, и эти изменения касаются эвакуации транспортных средств, или как в административном законодательстве эта мера называется задержание транспортного средства. На этой почве возникали нечасто конфликты, ссоры, когда водители протестовали против такой меры, различные акции протеста, садились в автомобиль и так далее. Сейчас законодатель уточнил, каким образом происходит эвакуация транспортного средства. И в законе четко прописано, что если, допустим, водитель возвращается на место, где оставил автомобиль, и застает такую картину, что его автомобиль грузят на эвакуатор, то в этой ситуации водитель вправе потребовать, чтобы его автомобиль вернули на место. Раньше такого не было. Раньше такого не было разграничения, да. Но если эвакуатор уже начал движение, и на этом эвакуаторе находится автомобиль, то в этом случае уже автомобиль будет эвакуирован и доставлен на штрафстоянку. То есть уже остановить процедуру задержания транспортного средства в этой ситуации невозможно. То есть до начала движения эвакуатора. Также внесены такие изменения, что на месте эвакуации транспортного средства до начала движения эвакуатора должен находиться сотрудник полиции. Протокол о задержании транспортного средства вручается в этой ситуации также и эвакуаторщику, который осуществляет процесс эвакуирования машины. Раньше таких требований в законодательстве не было. И еще одно новшество, оно касается следующего. Теперь эвакуировать машину можно в том случае, если наряду со знаками, запрещающими остановку или стоянку, также имеется информационная табличка, которая информирует водителей, что на этом месте работает эвакуатор. То есть при наличии этих двух условий – знак плюс информационная табличка. Однако это положение закона пока еще не вступило в законную силу, а вступит с 8 августа текущего года. То есть пока все остается на прежних условиях, но с 8 августа уже будут развешены новые знаки в городе. Новые, да, информационные таблички. Есть ли еще какие-то поправки, связанные с правилами дорожного движения? Да, в 1 июля вступили в законную силу изменения в правила дорожного движения. Этот нормативно-правовой акт четко регламентирует действия водителя при дорожно-транспортном происшествии в зависимости от того, какие последствия наступили в результате дорожно-транспортного происшествия. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к этому дорожно-транспортному происшествию, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь, вызвать полицию. В экстренных случаях, когда это необходимо, отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию. Освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению к друг другу и объектам инфраструктуры. Также софиксировать следы предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия. А также записать фамилии, имена, адреса очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Вторая ситуация – это если в результате дорожно-транспортного происшествия причинен вред только транспортным средствам, то есть только имущественный вред, но между водителями этих транспортных средств имеются разногласия, допустим, по поводу обстоятельств происшествия или же по поводу вреда, причиненного транспортным средством. В этой ситуации водители также обязаны записать данные очевидцев этого происшествия, сообщить о случившемся в полицию и ждать указаний сотрудника полиции о месте оформления данного дорожно-транспортного происшествия. То есть либо сотрудники полиции выезжают, либо они дают указания водителям оформить это дорожно-транспортное происшествие в ближайшем подразделении органов внутренних дел. Такое тоже возможно по новым правилам. То есть теперь очевидцев записывают сами водители, и это немножко упрощает процесс, да? Не нужно ждать сотрудников ГИБДД, насколько я понимаю, да? Абсолютно верно, да. Именно в этой ситуации, когда нет людей пострадавших. И следующая ситуация – это если обстоятельства, если произошло ДТП, но с участием двух транспортных средств и между участниками нет разногласий по поводу обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия. В этой ситуации либо по своему выбору водители оформляют дорожно-транспортное происшествие на ближайшем посту либо в подразделении органов внутренних дел, либо самостоятельно оформляют, и о таком дорожно-транспортном происшествии они уже не сообщают в органы внутренних дел. Итак, у нас в гостях была старший помощник прокурора по правовому обеспечению Оксана Охременко. Спасибо вам, Оксана. Мы же с вами прощаемся, увидимся в следующих выпусках. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова